Итак, уважаемые мои ученики, подопечные слушатели, господа и дамы, дети, мадам и месье и прочие животные, девианты и меньшинства, которые нас слушают и хотят стать профессиональными массажистами, переходим к нашей вот этой вот пяточно-коленной суставной части, ну, грубо говоря, икроножной мышцей, да? Итак, мы стояли вот, развернувшись вот в этой стойке, да, еще раз продемонстрирую, вот в этой стойке возле бедра, вот здесь, теперь подводим ногу к себе, а заднюю отходим назад, чтобы опять наши ручки оказались напротив нашего пояса, если перейдем впереди работать, да, на эту ногу переносим из тела и берем вот так вот пальчики, ножнички такие, помните, вот подрезаем, тренируйте перед зеркалом, вот так вот так, вот так вот так, как раз вам сейчас это упражнение пригодится, в детстве все думали, что это шутка, какая-то разминка там, да, тренировка нашего разума, а по факту это упражнение для массажистов, мы тренируем наши пальчики, потому что они как раз будут работать, сейчас делаем вот такой захват, да, вот такой, чтобы захватить вот эти боковые мышцы, вот мы захватили, и вот в эти ямки, вот в эти ямки, которые мы делаем вот так вот, натираем их, натираем, натираем, и здесь вот натираем вдоль всей кроножной мышцы, да, серединкой пальцев, как бы проходясь по центру, между двумя кроножными мышцами, опять помните, мы разбиваем ногу по вертикали, как бы на две части, внутреннюю и наружную, да, вот прошлись, закончу движение, ну, можно, у кого не хватает, вот так вот пальцы сделать, да, ну, большой отведите, движение указательное вместо большим, у кого и так не получается, ну ладно, просто большим пальцем, большие пальцы вот так вот положили, да, вокруг ладоней, и вот так вот развели, такие вот массирующие движения, вот, почему я говорю именно про вот это движение вот здесь, да, дело в том, что многие боятся, тут лимфоузлы находятся, да, ну, и как бы вытруют мнение, что там нельзя их травмировать, пережимать, все правильно, так и есть, нельзя их пережимать очень сильно, ну, а мы-то их и не пережимаем, мы их растираем, мы просто ускоряем вот эти вот процессы воздействия, да, кроме того, вот у женщин часто бывают так называемые ушки, когда вот эта вот мышца провисает, да, поэтому мы и на нее тоже дополнительно воздействуем, стараемся ее приподнять, приподнять вот выше, выше вот туда. Проработав ногу вот так, да, растерев ее как следует, обычными нашими растирающими движениями, можно и периметру кулаку, можно и параллельно волокном, продольно, да, растерев как следует. Теперь вот такой есть прием, когда вы захватываете одной рукой, ближнюю к центру человека, да, щиколотку и немножко, да, вот мягко ее массируете, снизу обволите, да, создаете как бы тепло, это приятно достаточно бывает человеку, да, а второй рукой, запястьем, упираетесь в ахиловое сухожилие и в противофазе вот так вот немножко такие микродвижения делаете. Разогреваете ахиловое сухожилие, разогрели его, тут же ставите руку на пятку, а эту руку, вот помните, вот эти ножницы мы сделали, согнули кулаку леопарда, но только вот между этими руками зажали ахиловое сухожилие, видно, да, натянув пятку, пятку натянули и еще раз прорабатываете ахиловое сухожилие. Потом держим пятку, а рука превращается в утюжок, вот это у нас называется поверхность утюжок, да, или если хотите поострее, вот этими костяшками, да, побольнее человека делаете, проводите, делайте проводку, вытяжение такое, практически вот до вот этой точки, только я просто остановился, потому что на сгибе на тыльной стороне нашей коленки, да, не надо сильно давить, так как бы, раз, ослабились чуть-чуть и дальше опять усилили. Показываем движение, разогрели его сухожилие, иногда превратилось в натяжок, и вперед идем, и с шагом большим еще вперед, уперлись, да, вот в то самое место, здесь седалищная косточка находится, в нее уперлись, там, кстати, вот точка седалищного неба тоже проходит, а второй рукой, надо же натяжение сделать, да, ноге, а у нас тут уже рука слабла, сзади, поэтому нам надо схватиться таким хитрым захватом, вот здесь, раз, делоксом перецы в пятку, вот видите, такой крепкий доставший захват, он сам по себе очень мощный, практически мы, ну не знаю, в борьбе может быть такое используется, как у кого-то боремся с человеком, и тут опять же есть очень хитрый нюанс, есть такие точки, акупунктурные, точки долголетия называются, у человека, вот давайте на этой ноге покажу, там где вот заканчивается косточка, да, вот не та, которая сгибается, да, вот эта, есть впазинка на дне, вот, и выше этой впазинки, ну в данном случае выше, да, потому что у нас пятка вверху находится, несколько точек есть, ну вот они примерно три, вот так вот, прям вот вдоль вот этой косточки выступающей, да, вот так вот сбоку, с этой стороны, три косточки, ой, три точки, которые считаются точками долголетия человека, точками его долгого здоровья, китайцы вообще их прижигают, эти точки, там массируют часто, всякими палочками вот такими, вот они используют, да, для точек там поострее поверхность, шире поверхность, ну так же мы будем и для столб, это вот можно использовать, да, но это, ну те, кто хотят, конечно, конкретно что-то такое проделать, можете немножко палочки использовать, да, но у нас техника ручная, поэтому показываю руками, вот эти точки, да, мы их нашли с этой стороны, а как говорится, у человека так, если у вас правильно расположен стол, да, вот, да, на уровне кулачка, и вне зависимости даже от роста пациента вашего, да, у нас примерно длина голени, да, и длина локтевой косточки почти равны, да, и поэтому как раз очень удобно получается, как по волшебной палочке, вот мы сюда кладем руку, да, вот большой палец, видите, на сгибе, чтобы примерно отсчитали расстояние, да, и эти пальчики как раз с этой стороны уже, да, упирались вот в эти точки, точки долголетия, одновременно делаем два движения, а локтем упираемся в пятку, да, в пятку, чтобы был упор, вот, поэтому мы одновременно человеку и сделали вытяжку, грубо говоря, лимфодренаж, это уже заговариваясь, одновременно распрямили фасции ему, да, одновременно зажали точки акумпунктурные на голени, да, и уперевшись, мы одновременно еще акумпунктурную точку здесь проходим, да, вот это вот, и одновременно еще и вытягиваем ногу, вытягиваем, вытягиваем его мышцы, то есть, я уж не знаю, получается, пять в одном, наверное, или шесть в одном, то есть, видите, шестикратную пользу мы заодно движение приносим человеку, так, и таким образом, вы смотрите, сделал шестик сюда, да, возвращаемся и развернулись уже перпендикулярно к линии ноги человека, да, помните наш перпендикуляр не к столу, а к ноге, далее берем, делаем разводку локтями, еще одно отличное фитнес-упражнение для нас, стимулирующее наши грудные мышцы, наши лопаточные мышцы и профилактика сколиоза, собственно, сколиоза, в общем, берем, устанавливаем руки, да, по, ну, примерно, по три сантиметра, да, от линии сгиба, и разводим руки с силой до конца, вот тут упираясь в пятку, локтем, а тут упираясь вот в ягодицу, да, вот в эту косточку всегда лишнюю, развели и наклонились, чтобы у вас за счет, опять же, сопротивления мускулатуры человека, да, мышцы вашего пациента, вы опять же с силой развели, встали, фух, и почувствовали, как сами распрямились, да, многие спрашивают, а что ты на массаж сам не ходишь, фитнес не ходишь, а как ты такой здоровый, а вот так, потому что я занимаюсь физкультурой прямо с нашими массажистами, с подопечными, вот, так можно, ну, сколько угодно, два-три раза, да, сделали, растянули еще дополнительно, вытягиваем ему ножки, да, и переходим чуть вбок, потому что будем работать только с микронознаньями мышцы, да, как я говорил, разделили визуально на две части, внутренние проработали, всеми вашими способами, которые вы знаете, да, разминанием, прокаткой какая-то вот такая, вытяжение, растяжка, да, так же и сели, и так же с этой стороны проработали, вот, единственное, что с этой стороны мышцы, вот тут от середины, да, до кости, мышц, расстояние меньше, чем тут от середины до вот этой косточки, ну, вот, не знаю, надо, наверное, вот так посмотреть сверху, чтобы понимать, да, то есть тут это расстояние короче, а тут длиннее, да, а нам надо захватить мышцы полностью от косточки, то есть тут мы так вот делаем, да, видите, рука моя с зазорными полностью ублюдают, а с этой стороны прямо вот оттуда, видите, гораздо глубже получается, движение проработали так, с этой стороны, с этой стороны, взяли ахилов сухожилия, начинаем, ну, все мышцы же заканчиваются сухожилиями, да, и они уходят друг к другу, поэтому отсюда начинаем, вот такую вот каваску или змею она называется, да, вот, видите, запускаем мышцы вот так вот, в противодействии друг к другу, запускаем и доходим до сгиба, на сгибе, если хотите усилить лимфоотток, да, то нагнетаем массу, еще раз, нагнетаем отдельно, отдельно, вот это тут, вместо проработать, так, чтобы человеку бывает тепло прямо проработать, да, потом еще усиливаем тем, что вот такое движение есть, стругание, как бы стругание, стружку снимаем, вот так, поснимаем, поснимаем стружку, не, видите, я не давлю на лимфу, зла, я просто стимулирую, так чуть-чуть, как бы подталкиваю, далее, лапа леопарда, да, прям берем и сибулой так, растираем, растираем, если правильно делать, то синяков не останется, но, опять же, видите, я заканчиваю до, не доходя до линии сгиба, да, вот чуть-чуть не дошел, да, чуть-чуть не дошел, вот, только верхнюю часть вот этих мышц, и бывает так, что проработав вот ноги хорошо человеку, да, человек может прибежать в туалет, у него же выходит не только лимфа, а межтеточная жидкость, все течет вверх, и первая линия сброса, это мочит половая наша система, так, перешли опять сюда, и вот здесь вот движение, то же самое, что мы, в принципе, делали и здесь, да, то же самое мы проделываем вот тут, вот такой вот массаж, да, наступательное движение можно, точечное можно, как успеваете, смотрите по времени, сколько пациент показал, потому что ту же самую, то же сам массаж ноги можно сделать, иногда заказывают 5 минут, иногда 15 минут, иногда и там полчаса, либо час на все ноги, то есть вы распределяете за счет разных своих техник, да, за счет применения разных своих знаний, распределяете время так, чтобы вложиться в час, или в 15 минут, или в 10 минут, как он закажет, правда-правда-правда, так, вот, ну, давайте вот теперь перейдем непосредственно от лимфодренаж, уже захватываем все зоны, все наши части, да, икру, бедро, ой, икру, бедро, ягодицу, вот такая система, да, берем пальчиками, заталкиваем, вот так вот, наверное, масса уже не хватает, да, вы чувствуете, масса не хватает, не проблема, можно добавить, и, тем более, они сейчас понадобятся, потому что скольжение, в данном случае, очень нужно, вот смотрите, опять же, еще один урок для фитнеса массажистов, мы тренируем наши пальчики, а тренируя пальцы, мы одновременно тренируем и вот эти вот наши все мускулатуры, сгибатели пальцев, так называемые, да, вот, которые вот все вокруг локтя идет, значит, пальцами прямыми, да, натягиваем, внедряемся в мышцы нашего пациента, прямо туда, как будто бы стараемся поткнуть и сделать новые каналы, каналы, как бы, роем, да, для гидроэлектростанции, как будто бы, там что-то хотим прорыть, вот, и при этом ничего страшного, если у вас пальцы будут то соединяться по два, то по одному, то по три, как-то вот так вот, да, отходить, неважно, неважно, тут мы идем хаотично, да, они могут как-то внедряться, там куда-то, перекатываться, может, так же, вот, лапа леопарда, да, если там у кого-то острые пальчики, поломаны, травмированы, то можно лапа леопарда, то же самое дело, делаем вот такой прогон, не очень быстро, заметили, может, гораздо медленнее, вот так вот, медленнее, вот так вот, медленнее, вот так вот, следующий этап, что мы можем сделать, мы можем сделать, захватив, ну, массу этой мускулатуры, да, между ладонями, и вот так, как бы, ее прожимаем, вот такие вот звукожили, да, имитируя сокращение, сократительную деятельность наших мышц, ну, мышцы в среднем человеке, так работают, гонят обычно мышцы, да, но люди обвинились, потому и уходят на массаж, поэтому это теперь, они переложили, люди, наши клиенты переложили, это работа на массажистов, ну, и нам хорошо, мы доработаем, и им хорошо, легче заплатить деньги, чем самому что-то делать, правильно? легче их отдать специалисту, чем пахать самому, вот, поэтому мы специалисты, вот так вот прокатываем, прогоняем лимфу, да, так же сверху, вот, где-то вот, гусеничку ползет, да, но кому-то этого мало, лимфа, сосуды, они же еще и глубже, поэтому мы делаем еще более глубокое, зажимаем прямо сильно, и вот, посмотрите сверху, идет нога, вернее, не нога, а вот мышцы, да, вот, ну, как бы их по очереди, вот так, похоже, что, как будто мы вот так вот разминаем, да, на самом деле очень сильно зажимаем, прогоняем лимфу, опять же, медленно, вот туда, и обоими руками заканчиваю в плохой области. Следующий прием, когда мы, ну, он называется лимфатическая труба Будвина, если мы берем, ну, вот так вот и берем, да, смотри, смотри, ставим пальцы друг на друга, чтобы оказалось у вас по пять пальцев каждой стороны, да, вот, посередине, как бы, идет труба, ну, сымитируем трубу, которая является нашей гординой бедром, там уже, да, вот, и вот, мы схватили, да, и теперь начинаем ее сжимать, вот так вот, нажимаем не одинаково со всей стороны, а как бы вот снизу и вверх, снизу и вверх, вот так вот проползая, снизу и вверх, скажу, так получается, вермение вот такое, снизу и вверх, да, то есть возлагаем руки, там, поближе к щекотке, да, снизу и вверх, снизу и вверх, проминаем вот так вот, проминаем, с силой можно очень сильно давить, вот, таким образом мы, опять же, в теории наших уроков фитнеса для массажиста тренируем наши пальчики достаточно сильно, да, и у нас тренируется, вот эти вот мышцы, видите, ходят, вот, вот, огибательные мышцы, по всей стороне вот они начинают работать, так что массажистам быть хорошо, вы прям уже все свои собственные мышцы тоже прорабатываете, так, и следующее движение для лимфодренажа, да, мы используем вот такое кольцо, где мы до этого кольца, ну, буквально вам нужно только вот эти, по два пальца с каждой стороны, можете другими пальцами просто помогать, и вы его можете менять, в зависимости от объема ноги человека, да, и представьте, что как будто бы вот кольцо вы сделали несколько уже, чем нужно, да, вот, например, такой образ, ко мне пришел, метафора, как будто мы хотим протолкнуть через железненую банку из-под оливков, да, апельсин, он же больше, да, ему туда вдавливаем вот в железненую банку, как бы он должен пройти, вот мы стараемся чуть хуже сделать расстояние, чем объем бедра нашего человека, как будто мы протолкнем вот эти вот апельсины туда, и, соответственно, вот захватили, видите, тут узко, кольцом прямо вот таким плотным, медленно-медленно идем, ослабляем захват на коленке, и опять захват, кольцо уже расширилось, идем, 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 и заканчиваем движение вот там, в поддошной кости, ну, можем поинтересоваться, было огольно или нет? Хорошо было. Хорошо? Да. Приятно даже, да? Вот, видите, даже приятно. То есть зависит от того, какой у вас пациент, это девушка молодая, красивая, здоровая, ей приятно, да, но бывает приходит с такими запущенными состояниями, что очень болезненно вот эти техники, да, поэтому просто, ну, спрашивайте, да, у человека, не делайте, там, перебор через силу, да, просто, заглядайте правила, не навреди, делайте в той мере, с той силой, с которой это будет достаточно, вот, и дальше, произвав эти движения, ну, можно, как бы, легко этому счету прогладить, да, только так же вверх, мы переходим к нашей зоне с пятками и стопами. Об этом как раз будет наш следующий видеоурок, так что не прощаюсь, а жду вас в следующем видеоуроке. Продолжение следует...